Мысль, если возникла, то надо смотреть, вот если альтруистическая мысль возникает, это когда на общее благо тебя нет, не для себя любимого мысль возникает, то она светлая мысль пришла. Значит, мы уловили идею, но она улавливается вот здесь, вот в этой среде, вот тут, на границе мы можем где-то уловить. Потому что в этот мир, чтобы войти в мир разума и творчества, это нужно определенное свойство самадхи, ну то есть прозрение. Ты должен войти вот в эту энергию, вообще эта энергия, если вы слышали слово Шамбала и знаете это царство, есть земная Шамбала, есть небесная Шамбала. Вот о небесной Шамбале, вот это небесная Шамбала, а есть земная Шамбала, которая находится вот в астральном мире, по сути, это земная Шамбала называется. А на самом деле это есть природа ума. Вот природа ума, это вот этот вот круг наш, да? Природа ума, которая вот этим шестью лучевой звездой обозначена. Это природа ума, и вот эта Шамбала земная считается, я вам уже говорил о земле, что ум человека и есть земля. И вот эта Шамбала земная, так называется, это небесная Шамбала. Где учителя человечества собственно и находятся, да? И один из лучей, который главным тут является, если так посчитать, то можно к шестому лучу подойти, и мы увидим на этом луче как раз этого Матрия и Тихо. Потому что он принес вот этот луч шестой, и ему обозначил человечество. Как фраза, утопии правят миром. Сильная философская фраза. Ага, утопии, конечно. Дело в том, что для общей массы человечества, если это раскрыть формулу, да? Для общей массы человечества это утопия, а движет как раз те одиночки, которые считаются недалекими, белыми воронами, да, всякими такими эпитетами их. Вот еще такой момент есть, очень важный. Есть соглашающиеся в сознании. Их надо немедленно отставить, и на них не надо тратить время. Соглашающиеся. Как определить, куда соглашающиеся? Он совсем соглашается, что ему не скажут или как? Ну вот, человек обычно соглашающийся, ему видно, что он соглашается со всем, да? Он соглашается и мимикой, и жестами. Он согласен, да? Вот с этим согласен, с этим, с этим. И он, в принципе, со всеми согласен. Все в середине, все они об одном. Нет, все согласие, оно говорит о том, что человек не развивается. Своему истинному. Он просто и с этим согласен, здорово, и вот с этим здорово, и вот с этим здорово, и вот с этим здорово, вообще классно. Понимаете? То его надо оставить. Потому что он не двигается. Он не развивается. Ему нельзя ничего доверить. Потому что он сегодня со мной согласен, а завтра с этим согласен. Попрыгай-то такой. Да? У него, может быть, его сознание чуть-чуть выше, чем других. И он понимает их просто потому, что он понял другое. Понимаете? Вот я бы согласился с вами, если бы Елена Ивановна мне не сказала обратное. Елена Ивановна вам ее и сказала. Соглашающихся оставить надо и не тратить на них время и силы. Не тратить. Это как бисер перед свиньей. Он согласен со всеми. Понимаете? В этом не было предательство. Когда соглашаешься с одним и с другим. Он даже на предателя не тянет. Он просто соглашается в силу своих ощущений и чувств. Согласие-то идет как? Не ментальность твоя, не твоя личное, индивидуальное видение чего-то. А ты соглашаешься потом же. Ну все здорово. Так все хорошо. Понимаете? Не надо нам ничего придумывать. Вот о том, о чем сейчас сказал Евгения Михайловна, из-за того, что прочитал это. Я вот не Евгений читал. Это как раз мой момент. Что пришли учителя и не нашли никого, чтобы тот способен был помочь. В этом деле, в общем. Понимаете? Вот это как раз и говорит о том, что каждый имеет свое представление, как план Владыки осуществить. Не по указанию Владыки, что вот это вот сделал. Не надо самодеятельность там включать ненужную свою. Потому что самодеятельность должна включаться как качественно выполнить это поручение. А не для того, чтобы его изменить под себя, чтобы вот выполнить вот так. И поэтому никто не готов выполнить это поручение. Никто. Потому что все замкнуты на себе и на своем видении, как бы он мог это сделать. Иерархи, если ты почитаешь, ты исполнишь на сто процентов, как тебя просят. Даже если неудачно ты сделал, но ты не менял плана. Самое главное. Не меняй плана, Владыки. Что они требуют и хотят. А мы всегда готовы изменить этот план. Под себя подделать это учение. И вот здесь вот эти вот все формы, они очень тонкие. Это и называется время изысканных предателей Елены Ивановны. Вот как раз с года желтого дракона. С этого принципа. И началось время изысканных предательств. До быка полненного. Вот это время. Теперь мы видим все следствия этих изысканных предательств, будучи проживая в направлении этого пространства. Это причины. А вот это следствие мне нужно. И будем жить до всех этих следствий, до самого огненной мыши, которая в огненной лошади. Нам все отзовется эхом. Вы думаете, почему сейчас кармически закрыто сознание людей, которые не способны пробудить сознание свое? В силу вот этих изысканных предательств года 88-89 года. Что мы тут в 89 году о чем думали? Что мы закладывали за причины? Сейчас имеем все в год кабана. А началось это с года собачки. А это время как раз тогда, когда Будда в состоянии нирвана вошел, в самадхи. Время-то такое было в Будде. А почему? Да потому что вот эти два принципа, самые основные, дракон земляной. Это же притяжение к земле. Это привязки к земле. И если личность привязана к этой земле, то следствие, как правило, не побуждается сознанием. Тоже благородное дело, только надо все это целесообразно делать. То есть собака должна жить во дворе, а не в квартире. Если он не понимает этого, то тогда элемент собачьего не позволяет ему развиваться. Потому что эманация собаки, оно не человеческое развитие. Это животное царство. Оно должно быть в животном царстве. Невозможно в человеческую перетащить какой-то элемент, который будет постоянно у тебя здесь. Потому что у тебя там всю-сюля ляр, жадность, разум отключается, а только вот это вот такое погладить, пожурить, потом вся эта воля, иномация. В общем, надо очень разумно подходить к этим вещам. Понимаете? Почему в Египте кошек начали развивать, и к ним отношения было лишь только с профилактической точки зрения, потому что мыши, крысы, готовы были все пожрать на свете. Нахождение такое было. Поэтому кошек завели, чтобы гигиену сохранить. То есть разумно все было. А человек какую сейчас гигиену для мыши-то нет? Какую он гигиену сохраняет? Где ты? И в дом несет это ради чего? Потому что у кошки специальная шерсть, которая ее хранит на улице и от холода и всего. У нее все есть. Зачем ее еще и собаку одевать в какие-то еще носочки? Что это за дикость? То есть во всем должен присутствовать разум. И отношения должны быть разумным ко всему. Человек же это разумное существо или он все хочет превратить в человека? Но только сам человеком еще должен стать в начале. А так он превращает животное в животное, одетое под человека. Глупости все не более того. Потому что животное царство должно быть в своем плане. Человек должен быть в своем. Человек должен отношения свое иметь к животному, как к собрату своему. Но не тащить его в дом. Что его тащить туда, где ты живешь, а потом еще на свою постель притащить. И потом этот энергетик, который через кошек открыт низший астрал вообще. Ты полностью не защищен. Вся зараза оттуда идет. Зачем ты себе сюда, а потом он у тебя отсасывает что-то. Какая глупость. А это все пререратива приличного мышления. А некоторые говорят, что от кошек выздоравливают. Конечно, выздоравливают, потому что сами кошки. Сами животные выздоравливают от животных. Человек-то где? Человек-то мыслитель, сознание. У кошки нет этого сознания человеческого. Так выздоравливает что у него? Животная природа и все. Вот она сразу-раза балансируется с животным. И укрепляется как животное. И так это все целуем. Ну что боль проходит? Ну конечно, это же животная природа. Это просто внешние крови. Вот он на время ушло. А болезнь-то от сознания. И она что добавила кошка к этому сознанию, чтобы у тебя здоровье было полноценным? Ничего. Она добавила свою энергию горизонтальную кошачьим животным. Добавила тупую. Вообще мне вот один ученый рассказывал о таком диагнозе, который сейчас, именно в наше время, он стал очень распространен. Я сейчас не помню, как называется на ощупь термином, но смысл в чем? Люди, которые проводят большую часть времени над с кошками. О собаках не говорятся. Именно кошачьей энергией. Это заражение происходит не только в органах физических, но и умственных. И человек заболевает определенной стадии шизофренией. Но это доказано уже наукой. Вы видите в интернете и там найти. Это только на физическом или на физическом плане? На физическом плане. На физическом плане. Это типа токсиоплазмоза? Или как на кошке пеномоза? Это чисто бактерии. Ну, токсиоплазмоза. Это на астральном плане. Вот это вот касание и все прочее. Ведь у нас астральный план это, по сути дела, физический астральный план. Они между собой как капля соединены. Потому что по образу и подобию астрального тела создается вот это физическое тело. И они как бы одели элементы не смешаны. И поэтому клетка мозга, потому что есть клетка мозга, там мозг находится в своем состоянии, это клетки природные, то вот воздействие на него происходит на тонком плане, на астральном плане. И заболевание происходит вот физиологически. То есть это и есть материальное сознание человека, связанное со всеми его аспектами вот этих вот побуждений, да, которые говорят нам о его, так сказать, впечатлительности этого человека. Работает на этом уровне. Вот заражение вот это получается комическое. Они живут в потоке энергии животного мира. Они утверждают его, этот мир. Сами в себе человечество ничего не развивает. Человек это сознание. Вот теософия выводит человека на правильный путь, говорят, что человек есть в сознании. Понимаете? Живутный мир, вот он, растение зеленое. Вот это животный мир. Человеческий вот он начинает только разворачиваться. Это кама желания, это в нас кровь, это кама манс, начинает развивать разумность, которая приводит нас к осознанию действительности, к осознанности, сознанию пробуждения. Ведь человек это сознание. Вот о чем говорить на хоософии. Ну, как Владыка определил, так он и определил. В литературе по-разному. По-разному. Ну, то в 2000, то в 2006, то вообще в 1036. Это все по сознанию. У каждого сознания есть своя опухова доверия. Кто-то живет в Калиюге по сознанию. Кто-то в Садье уже пошел, да, по сознанию. Вот мы в югах своего сознания живем. И отображаем действительность, отражаем эту действительность согласно собственной культуре, собственным привычкам. Поэтому срок есть космический. Понимаете? Вот космический срок, можно сказать, как только планета Венера приблизилась в планете Земля. Ну, это дословно. 24-й год. Очень близко, 24-й год. Вот он определил космический этап. В этой Вселенной, проявленной нашей, в нашей Солнечной системе, этот этап начался. Для коллективного сознания. Он начался, космический, на мире, в духовном плане. Но, духовность, кто раскрыл-то в себе? Чтобы использовать эту эпоху Водолея, как в виде света в Сатье-Юге, в собственном сознании. Кто это сделал? Если кто сделал, тот в Сатье-Юге живет. То есть в эпохе Водолея он живет. Он уже имеет четкое воображение, каким должен быть будущий человек. И он живет по этим правилам справедливости. То есть по закону справедливости. Вот это есть тот, кто вступил в Бог Водолея. Сознательно. Но все выступили бессознательно. Все. И я вступал все бессознательно. Жил в те времена, когда это была бессознательность. Вот эти годы в 90-х. Потому что там невозможно было сознательно жить. Там только интуитивным ты можешь быть предчувствующим что-то, где-то, когда-то тебе вот это вот близко что-то. Вот. На таком мироощущении. Потому что духовность надо было в себе пробудить. И импульс для духовности был там. А мы все думали, вот этот импульс сразу приобрести вот в жизни. Вот сейчас сразу проявить как? Бесполезно. Нет у нас еще этой духовности. Она должна иметь свое время пробуждение. Поэтому есть мир духовный форм. Мы все оформить хотим сразу. А там нету форм. Духовность должна у нас пробуждаться без видов форм. Пробудится это свойство. Силы, способности какие-то являются. Не знаешь на чего, куда применить. Но их надо осознать. Осознать. И вот в свое время осознание-то и приходит. И вот осознание в большей степени придет вот в это время. Вот здесь как бы зарождение полного осознания. До рождения человека. Вот оно должно быть. Реализация этой силы бык даст. Вот бык он даст эту реализацию этой силы. В завершенности этого импульса побуждающего человека. Человеку родиться. Вот. Вот. Передать силу тигру тоже. Да? И зарождение. Вот такого состояния. Пока мы вот эти силы пытаемся ассимилировать силы. Пытаемся. И тоже это же ведь идеально для всего коллективного человечества. Мы все разбросаны по своим сознаниям. По своим сознаниям мы будем плавливать только вот в это время, когда начнем зарождение человека. Вот. В этом уникальном секторе Скорпиона. Где центрально находится там мудрость. И принцип это рождение знаний. Которое выявится бытием нашим представлением бытия. Да? Пониманием этого бытия. Как? Как? Как пониманием дела? Как мне бытия? Вот мудрость в чем выразиться. Потому что бытие должно стать в нашем сознании не бытием, как жизнь сама. То есть вечностью. Вот мы так вот в этих принципах они это все и будут выявлять. Каждый год. Концентрация такая будет на вот этом четком представлении осознанности. И это будет причина будущего человека. Это причина, когда воображение будет готово таким образом, что человек через свое воображение материализуется. То есть придет. Это уже индивидуально он будет идти. Но без отрыва от общего сознания человечества. То есть от самой жизни не отрывается. Быто, небо не отрывается. А он синтезируется. И себя не отделяет ни от кого. Такое сознание. И тогда он действительно трансформирует человеческое сознание всеобщее. Вот до этого понятия единства должен человечество принять для себя. И отождествить себя с этим. Отождествить до такой степени, что ты и он одно. Вот одно для всех. Отождествить. У тебя не будет тогда претензий кому-нибудь. Небо их осуждений. Кого бы то ни было. Просто это не будет. Там нет этого. И вот мы вот тут живем и проживаем здесь и формируем. В итоге наша вселенная переходит по сути дела в сознание наше. Или свойства пространства нашего сознания переходит в космичность. Мы становимся сотрудниками космоса. Космическое сознание обретено. Все новая эра. Эпоха водолея. Синтетическое свойство. Просвещенного сознания. Которое проявляется в жизни как самосознание осознанное. Вот представьте ваше самосознание. Чего? Единство всего должно быть такое самосознание. И осознанность себя в этом единстве. Так единицы достойной, божественной и горящей. А в глубоком снегом-то человек, он может приближаться по дыханию на порядок выше? Или он как в сознательном состоянии? Нет, это только сознательно. Сказано, что в момент, когда мы просыпаемся, нас двое. А когда приходит мысль, нас трое. Глубокий сон, но это вообще другая тема. Но она не соответствует тем дыханиям, четырем внешним, которое мы должны пронзить. А пронзаем мы только устремлениями, своими действиями. Мы там во сне, мы можем даже быть не уравновешены. Мы же там проходим много чего. Мы обучение проходим в глубоком сне. Можем в кошелых воплощениях что-то делать, в будущих и так далее. Это другая тема немножко. А именно, когда мы проходим все внешние четыре дыхания, внутрь их соединяем. Почему Юрий Николаевич Рерих мог спокойно дышать в этом прокуренном кабинете? У него пятое дыхание работало, и он приближался к шестому. Он вечный поток. И все у него сердце генерировало. И поэтому совершенно все равно, где человек находится. Если у него работает внутреннее дыхание, если он сумел это делать. А это, чтобы суметь это делать, это не в угловом сне. Это вот все то, о чем 20 лет говорит, например, Владимир Васильевич. Школы, все многие философские направления. Для этого надо иметь почитание, высокое устремление, стать ответственным, понять дисциплину, начать с почитания и так далее. Вот эта вся тема складывается к этому восприятию внутреннего и вечного. Просто когда говорят, что у меня открыто сердце, и сердце работает, и сердце это и есть огонь, это просто слова. Нужно знать, как это действует. И когда реально мы можем говорить о том, что наши действия несут качество, наши действия реально несут помощь другим людям. Понимаете? И вот чувство знания – это просто качество. Если мы что-то некачественно делаем, все, мы не обладаем этим чувством знаниям. Генератор энергии, сердце не работает. И вот этот объем информации, он остается… Либо мы его не имеем, либо мы чувствуем, мы все чувствуем, но мы ничего не знаем. Это тоже не работает. Вот то не работает, другое не работает. Только в синтезе. Вот это главная тема, только в синтезе. Первые элементы показывают – вода, воздух, огонь. Это символы, да? Ну, неважно, это структура пространства, мира вещественных образований, которое созидается с помощью вот такого движения. Движения… Всегда треугольники присутствуют везде, везде присутствуют треугольники. И в сумме, потом как формы должны выразиться, по этим скелетам созидается мир вещественных образовательных. То есть здесь управляют тхианковами, тхиани-буды, и рабхи тхиани-буд работают. Стихии работают здесь. Это элементы природы. Они являются духами стихий. Вот эти духи, вот они такую форму обозначат всегда. Эти скелеты делают. А по этим скелетам будет материя, формы создавать. По этим скелетам. Это как лекала. А потом дальше пошел-пошел везде. Это как архитекторы работают. Каменщики, архитекторы, которые называются каменщиками. Каменщики, архитекторы. Каменщики, архитекторы. Каменщики, архитекторы. Каменщики, архитекторы. Каменщики. А в этом сберorter08, тхиани-гуды. Каменщики, архитека fertile.